У всех нас бывают периоды, когда кажется, что все в этой жизни против тебя. Однако проходит время, и начинаешь понимать, что на самом деле все не так плохо. Ведь у каждого есть внутренняя защита от внешнего негатива. Какая? Давайте спросим об этом у женщины, которая всей своей жизнью отвечает на этот непростой вопрос. У Аллы Петровны Сорокиной, заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина города Кургана, руководителя хора русской песни Дворца культуры машиностроителей. Отметьте, я пришла... Он с 96-го года. И каждый раз все отмечаем, отмечаем. Понятно? Все? Очень ладно. Кто это мне разбитую чашку поставил, как моя жизнь вся разбитая? Да, Алла Петровна, жизнь как чашка разбитая. Знаю вас уже больше 20 лет и всегда готова к тому, что в какой-то момент вы обязательно завернете что-нибудь подобное. Ваши участники тоже это знают. И знают, что шуточки – проявление радости, когда репетиционный зал заполняется. Добрый вечер вам, ребята! Я пришла к вам вся битья. О, как хорошо, молодец! Вы вместе без малого полвека. И ничего за эти годы практически не изменилось. Явка тогда очень тоже строго обязательная, потому что иначе если будет это плохо звучать, то сами знаете, что к чему. Соня, 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 соня. Когда было наше первое с вами знакомство, я была просто в каком-то шоке, в хорошем шоке от того, как звучит ваш хор. Потому что это пробивает душу практически вот как молния насквозь. В чём секрет я до сих пор понять не могу. Хоров миллион, масса, и хорошо поют. Но почему пробивают именно в ваш? Биография моя такая, что мне кажется, у меня в хоре – это детство, молодость, любовь, семья. Всё здесь, всё в хоре, и всё самовыражение. Мальчишкин, которому по 60 сейчас лет, Петровна, ты откуда опять взяла? Вот почему именно так? А я говорю, я так чувствую. Кажется, музыка в каждой её клеточке. Хотя почему кажется? Алла Петровна родилась в севастопольской семье, где всегда звучала музыка. Её папа, Пётр Федосиевич Радов, служащий штаба Черноморского флота, был музыкантом от Бога. Часто сиживал под тёплым оранжевым абажуром с гавайской гитарой в руках. Кстати, сейчас Алла Петровна мечтает хотя бы ещё раз услышать её чарующий голос. В доме Радовых звучали и рояль, и виолончель. Маленькая Алла успокаивалась и засыпала под звуки музыки. Папа ушёл из жизни, когда ей было всего 7 лет. Его образ, подёрнутый туманом времени, остался на всю жизнь олицетворением абсолютного счастья. Это счастье разрушила война. Болезненный разрыв с любимым Севастополем, эвакуация, детский дом. Там её музыкальный тар заметили и поддержали. Там она поняла, что свежит свою жизнь с песней. Она окончила Ставропольское музыкальное училище и продолжала учиться всю жизнь. Говорит, что своего рода отправной точкой стал мастер-класс руководителя омского хора русской песни Ираиды Ивановой. Хорошо ли тебе, рыбица, Лежать на бережку без воды? И вдруг... Хорошо ли тебе, девица, Жить на свете без любви? Всё. Я сижу, у меня слёзы текут по моему, накрашенные мои глазки. У меня ещё тогда были ресницы. Текут, значит, у меня слёзы, розовые кофточки. А девочки из омского хора подошли и говорят, ну что вы, ну что вы так расстраиваетесь? А она и не расстраивалась. Просто в тот момент раз и навсегда поняла, как надо петь. Поехали вдоль полинии Кавказа, мальчишки. Как-нибудь, котечки мои, вперёд. Вдоль полинии Кавказа Молодой орёл летал. Прошло 40 лет, они там, а потом вы её как-то по-новому сделали шёпотом. Скажи маме, да ещё, ты слетай в родную сторонку, скажи маменьке родной. А потом громко, да ещё скажи, не есть ли что, я женился на другой. Я женился на другой. Все обычно с отчаянием скажи маменьке родной. Нет, нет, не должно быть. Маменьке, скажи маменьке родной. А вот, да скажи, ещё не есть это отчаяние уже того, что всё, уже у человека ничего не осталось. Живьём была у этого, у Пономаренко. Вот, он даже мне песню подарил, «Подари мне платок». У меня прекрасный голос у Светланы Поляковой, у меня прекрасный голос у Наташи Верещагиной, да? И можно было бы просто сказать, «Подари мне платок», да? Я говорю, нет уж, моя милая. С таким голосом и с таким звучанием тебе дарить надо квартиру и три машины. Действительно, есть сейчас такие девочки, есть такие девушки, которые готовы за чувства, за доброту, за порядочность, отдать всю себя. Не в этом дело. Но я уже рассуждаю по-другому, что если я пою эту песню, я, значит, должна доказать сегодняшнему зрителю, что этой девочке нужен только платок. Больше ничего, любовь и платок. А удается доказывать сегодняшнему зрителю? Да, да, да. Петровна, Вы всегда поворачиваетесь к залу. И меня всегда, когда я слушаю Ваше выступление, именно этот момент всегда пробивает до слёз. Я вижу, что у Аллы Петровны, как бы Вы на себя ни наговаривали, у неё нет ни возраста, ни болячек, у неё только блестящие глаза, только любовь, только руки, и весь зал, ведь никого же Вы не оставляете равнодушным. Начальнички даже пуганные. Слова-то у меня. Если послушать и мой фольклор, вообще будет чего. И я смотрю, хлопает, надо же подумать только. Вдруг я вот почувствую, что сейчас можно же ещё раньше себе организовать. Я думаю, нет, нет, здесь ещё не дошло. Вот сейчас дойдёт. Мне кажется, Алла Петровна, что Вы поворачиваетесь к залу ещё и потому, чтобы взглянуть в глаза зрителей глазами своих участников. На какое-то время слиться с ними на сцене, как и в жизни. Ведь сколько было пережито вместе. Сколько поездок по Советскому Союзу, зарубежных, в Италию, в Соединённые Штаты Америки. Каждое из этих людей – сокровище. Любовь Лазовская. С вами с основания хора. Верная и скромная. Алексей Наумов – уникальный человек. Виртуоза Свистуна звали в Уральский хор, а он остался с вами. В Сабургиной в хоре целая династия. Родители, дети, теперь уже внуки приходят петь. Были в хоре и болезненные моменты – непонимание, расставание. Помните, как тяжело Вы переживали уход Вашего любимого солиста Тазбая Агатаева сразу после возвращения из Штатов? Какая-то была неудовлетворённость. Может быть, влияла поездки в Америку. Посмотрели, как говорится, мир, мировоззрение. Ну, что-то внутри случилось. До конца я в себе это ничего не разобрался. Он вернулся, и Вы забыли обиду. Ведь на любимых невозможно долго обижаться. Нет, 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 нет. Вот как показывает. Пущёк. Знаю, Алла Петровна, Вам бы хотела, чтобы мы рассказали обо всех – участниках и музыкантах. Мы знаем, что у всех судьбы интересные и непростые. И все поют о своём, но зацепить их струны души, чтобы они так пели под силу только Вам. Открытой и бесхитростной. Всё непрожитое, непрочувствованное – всё в песне. А вы можете обидеть кого-нибудь? Ой, я потом, знаете, как обижаюсь? Это как я потом извиняюсь. Извиняйтесь. О, я ползаю как-то, как Желтопузина. Вы что, да проси ты меня ради Бога. Ну, вот невольно иногда бывает. Не вот так, чтобы вот «Ах, ты там такая всякая». Нет, нет, такого не бывает. Я вспоминаю свою маму. Она такая же. Вот обязательно надо сказать поперёк. А потом начнёт говорить, что «Ой, так правда, я что-то не то, наверное, я говорю». Зато сама Алла Петровна обижается на раз. Но ненадолго. По-первых, Зоу бросается помогать. Её любимые участники также помогают ей в трудные минуты. Это взаимно. Ведь не случайно премию «Душа за Уралье», которую Алла Петровна получила к Дню работников культуры, 30 тысяч рублей, поделила по-честному между участниками. Себе купила маленький диванчик, а остальное раздала. Что бы вы хотели в этой жизни для себя? Ничего. Только бы у меня было всё с сыном. Только бы с сыном. Юрий – сын. Это и гордость её, и поддержка, и боль. Талантливый, но невостребованный, с глубокой личной раной в душе. Ради него она бьётся за жизнь, а жизнь ей продлевает хор. Такой вот замкнутый круг. Ведь в песне вся боль уходит. Песня – это её душа, её невидимый мир, космическая подпитка. В трудной жизни – остров радости. А десятый, безысел, богатый, сам захотел меня взять. Девчоночка, ловно-окро, девчоночка, чем на ухо, девчоночка, милая, попляши. Девчоночка, ловно-окро, девчоночка, чем на ухо, девчоночка, милая, попляши. АПЛОДИСМЕНТЫ Кубанский хор Чту и низко кланяюсь ему. Почему? Потому что он не уничтожил старье, то есть вот таких же старых, как я. Он оставил вот этих стажистов в своем хоре, которые сейчас и являются плацдармом. На ней воспитываются молодые девочки, которые потом ездят по России и несут вот это мастерство кубанских песен именно. А Пятницкий хор, они меня убьют за то, что я говорю. Они начали танцевать, они начали красоваться, начали все опять перестали. Почему? Потому что они всех стариков сократили. Понимаете, этого делать нельзя. А у вас в хоре как? У меня нормально. У меня все в хоре, все живенькие, здоровенькие. Дай тебе, Господи, им здоровья. И ветераны, как вы говорите, живенькие, и молодые приходят, и творческие планы есть. Пройдет, Алла Петровна. Должно пройти. Смутное время сомнительных корпоративных шоу, которое сейчас вас так тревожит. Людям захочется чистоты. Той, которая бьет ключом из недр русской культуры. Да, те, которым дано ее оберегать и передавать, как правило, бессребренники. Но так, наверное, свыше начертано. Хранить чистоту не благодаря, а вопреки. Мои хоровые девчонки сказали, Петровна, у тебя ни в квартире, ни на даче, никакого тебе ни садика нет, ничего ты ничего не сделала в жизни, ты жизнь свою, как говорится, не сложила ни в личном плане, ни в материальном ничего, но зато у тебя хор – это все. Вот, пожалуйста. Вот это дано. Разве, говорит, это мало? Ну вот вы и ответили на главный вопрос нашей встречи, Алла Петровна. Божий дар, талант, который каждому из нас дан свой, именно он питает душу и наполняет силой переодолевать все перипетии жизни, если не забывать благодарить за него небо и продолжать ему служить. После репетиции можно расслабиться, сесть поудобнее на любимом стульчике у входа, узнать последние новости и ждать сына. Юрий ведет занятия в вокальной студии здесь же, во дворце. Когда стемнеет, домой они пойдут вместе, как всегда. Редактор субтитров А.Семкин